Сегодня 18 мая мы встречаем в аэропорту Пулково команду ИТМО, которая заняла первое место на чемпионате мира по программированию. Сразу по прилету в Петербург ребята были охвачены вниманием не только встречной делегации от родного университета, но и многочисленными репортерами, которые спешили узнать самые свежие подробности и впечатления от чемпионов мира. Победители признавались в том, что было сложно соревноваться с сильнейшими командами Америки, Азии и Европы. Однако вспоминают, что еще до начала чемпионата осознавали как много надежд возложено на их плечи и уже тогда твердо верили в свою победу. Самым сложным для наших чемпионов оказалась последняя задача, на решение которой им так и не хватило времени. Но даже этот факт не позволил другим командам показать себя лучше. Ребята делились секретами, которые могут помочь будущим чемпионам собрать такую же сильную команду и продолжать забирать первые места на чемпионатах мира по программированию. Также они вспоминали, как проходили их тренировки и первые отборочные этапы. Ну а для истинных специалистов, которые поддерживали ребят и разделяют с ними радость победы, чемпионы рассказали некоторые технические особенности соревнований. Так, они обратили внимание на то, что многие команды пишут на языке C++, а команда нашего университета – на Ява. В съемочной команде Ниуитмо в аэропорту также удалось встретиться с Организационным комитетом по проведению чемпионатов по программированию 2013 года, который пройдет в Санкт-Петербурге. Это люди, которые сопровождают нашу команду все время пребывания на чемпионате мира. В их глазах видна истинная радость за победу программистов именно нашего университета. Организаторы обещают высокий уровень проведения мероприятия, технические стороны которого они успели оценить в Варшаве во время своего визита. Все время пребывания на чемпионате нашу команду сопровождал декан факультета информационных технологий и программирования Владимир Глебович Парфенов, который поделился особенностями функционирования системы отбора ребят для чемпионата. Существует система отбора этих ребят, существует система олимпиад. У нас есть в нашем университете, в Израиле работают, например, академия информационного программирования, где эти дети обучаются. И вот это охватывает систему практически всю страну. А сейчас уже и страны ближнего зарубежья, такие как Украина, Белоруссия, в первую очередь. Они тренируются практически каждую неделю, ну так 3-4 тренировки по 5 часов, то есть вот когда решают задачи, разбирают их. На всю систему такого воспитания уходит около 6 лет. Для человека, отобранного такой системой, по мнению Владимира Глебовича, место работы – это весь мир. Субтитры создавал DimaTorzok